Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог, а начинать будем его вместе с вами с посылочки вот такой вот Миксит. Итак, давайте вместе с вами вскрывать. Ой, какая прелесть! Теперь у нас что это? Пенопласт? Миксит всегда упаковывает круто. На самом деле круто, столько приятностей. Смотрите, какая прелесть! Вот этому ребенок будет бесконечно рад. Я чувствую, что у нас будет снег. Давайте отыскивать теперь продукты. Так, первое, что достало, это у нас блюр-крем. Очень мне хотелось его попробовать на самом деле. Так, состав, кому интересно, можете нажать на паузу, посмотреть. Информация. Совершенствующий крем-сияние с невероятным преображающим эффектом. Блюр для лица мгновенное действие сохраняет правильный уровень увлажненности, ровный тон кожи. На протяжении всего дня маскирует несовершенство, заполняет морщины, обеспечивает мягкий лифтинг. Смотрите, сколько здесь классных ингредиентов. Уже не терпится посмотреть. Вот как он выглядит, такой розовенький. Я прямо сейчас его на лицо нанесу, когда с вами распаковку закончим. Он действительно сияет. Блесток не видно, но это такое вот, видите, перламутровое, я бы сказала, сияние. Посмотрим, как он будет работать на коже. Надеюсь, не утяжеляет ее. Так, ищем дальше. Следующее, что нашла, это у нас маска глиняная, очищающая с ментолом экстрактом петрушки. Я надеюсь, что она будет охлаждать. Именно это я рассчитывала, когда я заказывала. Все с вами вместе потом сделаем, посмотрим. Уменьшает размер пор, выравнивает цвет лица, улучшает состояние проблемной кожи, убирает покраснение. То, что мне нужно. Так, информация, девчонки, кому интересно. Ищем дальше. Ух, тяжело вообще отыскать, если честно. Ой-ой-ой. Так. Полирующий скраб для тела с кокосовой стружкой, маслами кокоса и макадами. Большая упаковка, я, кстати, думала, будет гораздо меньше. Здесь 250 грамм, и она такая плотненькая. Смотрите, девчонки, кому интересно состав. Информация. Еще есть цветоотражающие частички, но миксит. Любят они так вот, прям вот, чтобы все сверкало, чтобы все было красиво. За это их и люблю. Класс. Будем тоже с вами пробовать, посмотрим на его консистенцию. Или сейчас давайте глянем, что он вообще из себя представляет. Уже жутко интересно, потому что... Зип-пакет. Ой, какой классный. Смотрите. Кокосом-то как пахнет. Прям вот кокосовой стружкой. На всю комнату. Хочется съесть, ей-богу. Прям как будто это что-то для выпечки. Чистый запах кокоса. Ой, жалко, камера не передает запахи. Девчонки, вообще аромат бомбезный. Супер. Так, ну и все, по-моему. Дальше, как всегда, подарочки. А, нет, я еще заказывала кисть для масок, девчонки. Вот кисть для масок. Про нее совсем забыла. Фокус. Вот как она выглядит. Такая маленькая, удобная. В руке держать и наносить. Я надеюсь, будет тоже удобно. Очень мягкий ворс. Помыл. И красота. Смотрите, какая красивая кисточка. Здорово. Так, теперь точно все. Я больше ничего не заказывала. Здесь, как всегда, наверное, наклеечки, открыточки. Сейчас, девчонки, надо это все дело достать. Вот такая открыточка с любовью от Миксит. Да, здесь есть, смотрите, Инстаграм, Миксит, ТВК, Фейсбук. Я вам ссылки все оставлю под видео на все продукты. На Инстаграм, Миксит. И запечатанный конвертик. Розовенький, красивый. Еще одна записная книжечка. О, уже в другом цвете. Классно. Они всегда пригодятся. Удобно в маленькую сумочку положить. Еще одна вот такая открыточка классная. И наклейки. И наклейки уже другие. Это тоже здорово. Потому что предыдущие три раза, наверное, мне приходили одинаковые. А вот эти классные. Дочь опять обрадуется. И, конечно же, их тоже заберет. Ну, вот и все. Будем с вами пробовать. Будем пробовать скраб. Я его и на лицо обязательно попробую. А почему нет? Такой запах обалденный. Попробуем с вами масочку. Будем наносить ее кисточкой новой. И обязательно попробуем блюр-крем. Ой, девчонки, чем я вчера занималась на ночь глядя? В общем, готовила вот такое вот заливное. Это к вопросу АПП. Вы задаете мне вопросы под видео, как там процесс похудения мой и так далее. В общем, вот это самый вкусный рецепт заливного. Диетический. Безумно вкусный. Сейчас расскажу, как готовила. Это куриная грудка. Она была с костью из кожи. Кожу я сняла. Сварила куриную грудку. Первый бульон вылила. Второй бульон варю. В бульон положила луковицу, морковку, лаврушечку, перец черный. Так, специи. Еще такая у меня мельница есть. Там смесь специй. И все это дело варится. Курица варится, долго варится. Потом вытаскиваем курицу. Процеживаем бульон. Курицу разделываем. Бульон процедили. Выдавила два зубчика чеснока. Смешала с этим бульоном. Когда он немножко остыл, соединила с желатином. Я примерно где-то 10 грамм на стакан холодной воды развела. Минут 10 он так постоял на бух. И добавила к бульону и чеснока туда. Аромат стоит невероятный, девчонки. Вообще просто. Это что-то. Стоял вчера вечером. Я уже не могла дождаться, когда же все-таки это все дело застынет. Разлила по формам. Остудила и поставила на ночь в холодильник. Украсила той же самой морковкой, которая была в бульоне. Бульон почему процеживаем? Потому что там лук разваривается. И так далее. И сейчас аромат невозможный. Вот это вот альтернатива бутербродику съесть. Потому что достаточно ароматный продукт с чесночком. Тоже люблю чеснок. Он пахнет колбасой. Альтернатива ужину. То есть гарнир какой можно сделать. Картошку, допустим, в духовке запечь. Целиковую в кожуре. Я так люблю делать. Это достаточно получается диетический продукт. И заодно обогащенный калием. Риску сварить. Гречки. Кто что любит. Можно просто с овощами. Можно с тушеными овощами. С солянкой в мультиварке сделать. С салатиком и свежих овощей кушать вот это. Поэтому заливной вообще крутая альтернатива. Хочу еще купить язык. С вино или говяжий посмотрю. И тоже сделать заливное. Поэтому ловите, девчонки, рецепт. На ПП вот это кушать можно. И не только можно, но и нужно. В этом видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, у вас тоже коты катаются по полу, когда вы мойте пол с хлоркой. Они у меня как от валерьянки, просто сходят с ума. Я не знаю почему. Вот я кладу одну таблетку хлорки на таз и мою, пробываю полы. И что кот, что кошка, они начинают вот так кататься. Нюхают, катаются. Что он творит? О, быстрее лизаться. Ах ты неприличный Максик. Максик неприличный, нельзя так на людях делать. Вот так можно, да. Ох ты, ох ты. Ты господи, хлорочка. Какой кайф. Ну что, девчонки, давайте приступать к тестированию. Первым будем тестировать с вами вот этот скраб для тела. Я хочу попробовать его на лицо. Здесь у нас морская соль, кокосовая стружка, масло кокоса, макадамия, светоотражающие перламутровые частички. Нам нужно наносить его на влажную кожу. Поэтому я сейчас немножечко смочу свое лицо. Так, лицо смочила. И теперь прям, наверное, мокрой рукой буду его отсюда доставать. Господи, какой аромат. Он сейчас будет сыпаться, потому что это сухой продукт. Поэтому я слегка над ванной начну. Вот, теперь можно привстать. Ой, классно как скрабирует. Но сыпется. Это все дело, конечно, нужно делать ванной, но вообще он, в принципе, для тела. Девчонки, я сейчас над ванной поскрабируюсь и к вам вернусь. Поскрабировалась, смыла. Лицо прям знатно покраснело. И что хочу сказать. Действительно, в составе есть масла, потому что даже когда скрабируешь, под пальцами ощущаешь какую-то масляную консистенцию. Вообще здорово, на самом деле. Очень гладкое лицо. Супер. Мне кажется, для тела будет вообще огонь. Прям гладенькое и напитанное в то же время после скраба. Обожаю такие продукты. Вообще супер. Лицо красное, покраснение в Т-зоне особенный. Лоб и щеки покраснели. Давайте теперь маску. Маска глубоко очищающая глиняная. Заодно кисточку сейчас с вами попробуем. Она наносится у нас на 15 минут. На 10-15. Затем смываем спонжем или водичкой 2-3 раза в неделю. Так, она у меня еще закрыта. Маска была заслудирована. Так. Ой, смотрите какая голубая. Голубая глина. Глиняные продукты я не наношу на веки. Кремовый, гелевый наношу, глиняные нет. Вот так максимум. Кисточка наносит, конечно, одно удовольствие. Запах. Приятный очень. Не пойму даже, чем парфюмерная душка. Такая еле-еле уловимая, но приятная. Так. И вторую сторону. Сейчас посмотрим, насколько она хорошо очищает. Надо запомнить состояние своей Т-зоны до. И посмотрим после. И будет ли она вообще застывать в корку. Потому что при нанесении продукт такой кремовый. Вот так. И лоб. Маску нанесла, девчонки, она уже начинает вот тут подсыхать. То есть, смотрите, достаточно быстро, да, начинает подсыхать. Я думаю, 15 минут я точно держать ее не буду. Минут 10 максимум. Кисточка. Кисточка удобная очень. Маленькая, удобная. Красота вообще. Тут где подсыхает, и все, сейчас помажем. А то что-то рано совсем. На веке хочу от Ви Косметика вот такую масочку для кожи вокруг глаз нанести. Не люблю я эту зону оставлять без внимания. Вот так она выглядит, как ломбир. И пахнет очень похоже. Правда, более натуральные такие отдушки. Сейчас этой же кисточкой берем. Это экспресс маска. Она у меня в холодильнике стоит. Потому что Ви Косметика, это бифидо-косметика. Вот тут видите, она натуральная. И она у меня стоит, эта масочка, в холодильнике. Поэтому будет еще такой легкий эффект охлаждения. Под глазками я уже залезла и этой маской. Сейчас сверху вот так. Во. И на верхние века. Так приятно. Холодненькую масочку на веки. Все, буду так ходить, девчонки, 10 минут. Потом с вами посмотрим на состояние кожи, на состояние пор. Настало время смывать. Маска практически везде застыла, за исключением одного места. Сейчас смою и посмотрим с вами на результат. Как я смываю сейчас такие продукты, которые застывают в корку. Беру спонжик, вот этот фаберлик, в данном случае хорошо смоченный водой, практически не отжатый. И мокрый вот так прикладываю. Она размокает. И только после этого ее удаляю. Вот так. Чтобы нам у нас везде размокло, мы чуть-чуть поменьше терли свое лицо. Теперь маска прям отлично вообще смывается. Смотрите. Просто замечательно. С глиняными масками обычно приходится повозиться. А тут прям хоп. И все. Все. Смыли. Что хочу сказать. Кожа слегка подсушенная. То есть такие продукты, они вообще в принципе для жирной комбинированной кожи. Для кожи склонны к высыпаниям. И поры чистые. Краснота вся от скраба прошла. Кстати, забыла сказать, маска еще обладает охлаждающим эффектом. Это вообще круто. Я очень люблю такие продукты. Поры очень чистые. Это за счет глины однозначно. Кожа гладенькая, мягенькая. Красота. Она подсушена. То есть маска возможно будет подсушивать воспаление, прыщики какие-то. Но ура. Это 100%. Ну вот я очень люблю такой эффект, потому что у меня кожа комбинированная, местами жирная. Чистые, да. Все поры идеально чистые, девчонки. Это круто на самом деле. Сейчас поближе вам постараюсь показать. Они у меня расширены. Их у меня много в тезоне. Они все прям чистенькие. Вообще класс. Теперь давайте с вами протестируем блюр-крем. Я уже вчера наносила его на кожу. И мне очень понравилось. Заявлено, что он выравнивает тон лица. Даже скрывает какие-то несовершенства. Мне особенно скрывать нечего. Но все равно эффект был замечательный. Хотя нет, смотри, девчонки. Видите, у меня тут вот прыщик. Вот он. Он есть. Маленький. Если я не ошибаюсь, у Миксит это маска. Этот крем, блюр, представлен в трех оттенках. То есть у меня он такой вот светло-розовый. С каким-то жемчужным отливом. Классно пахнет. А он бывает, мне кажется, по-моему, еще темнее. Если я не ошибаюсь. У меня такой вот вариант для белоснежек, скажем так. Блюр-крема. Он не утяжеляет кожу. Хотя мне редко какие крема подходят. Ну, скажем так. Редко какие крема моей кожи кажутся легкими и невесомыми. Только Фаберлик, наверное, пожалуй. А здесь нет. Он очень легкий. Он очень легкий и придает действительно коже сияние. И есть в составе его что-то такое, что визуально разглаживает кожу. Действительно, это Блюр-крем. Кто пробовал подобные крема, да, и Фаберлик есть Блюр-крем. Знает, как они работают. То есть он как-то заполняет, что ли, мелкие морщинки на коже, сглаживает неровности. За счет силиконов, скорее всего, в своем составе, да. То есть это продукт навряд ли на ежедневное применение, потому что может закупоривать поры. Мне он их не закупорил, когда я вчера пробовала с ним походить целый день. Он очень легкий, кожу мою не ощущает его. Сейчас он впитается, вы уже видите вот такое вот сияние, да. Красота. Я вам сейчас покажу при естественном свете, как это все выглядит. Никакой липкости. Крем очень комфортный, легенький. Вообще прям нравится на самом деле. Очень нравится. Кожа сияет, но в то же время это не жирный такой блеск. Это действительно сияние. Девчонки, вот как на солнышке кожа переливается. Смотрите. Вообще красота. Надеюсь, вам видно. Ну вот, девчонки, кожа при естественном освещении прям шикарная. Вообще супер. Ровненькая такая, разглаженная. Прям еще вот так бы вот было. Вообще было бы идеально. Так что мне крем очень понравился. Вот все, он впитался, я его не ощущаю. Лицо сияет, сияет здоровьем, знаете, таким вот увлажнением. Здорово вообще. Ну, на этом буду свой влог заканчивать. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok